В связи с проблемами на развивающихся рынках инвесторы ищут новые места для своих капиталовложений. Одним из таких является Венгрия. Почему стоит инвестировать в Венгрию? Мы говорим с Робертом Сием из Invest in Hungary. Здравствуйте, Роберт. Если говорить про ведение бизнеса в Венгрии, что получает бизнес и в каких таких областях он получает наибольшую выгоду, если инвестируют в Венгрию? Здравствуйте. Смотрите, Венгрия уже с 2004 года является членом Евросоюза. И венгерская экономика на самом деле хорошо развивается. У нас серьезная программа до 2020 года. В Венгрию 34 миллиарда евро придет из Евросоюза. Это льготы для поддержки и поднятия венгерской экономики. У нас очень серьезная поддержка со стороны Национального банка. 2,5% кредит. Это та ставка, которая тоже поддерживает инвестора. Что чаще встречается, когда люди с бизнесом переезжают в Венгрию и продолжают его вести в этой стране? Или когда просто капиталы переливаются уже в готовый бизнес в Венгрии? Как часто вы сталкиваетесь с одной ситуацией, со второй? Ну, у нас в первом очереди живой капитал в первом периоде после, скажем так, после того, что мы включились в Евросоюз, поддерживалась машиностроительство. Первым, самым крупным инвестором является Германия. И в этом периоде времени у нас поддерживается в первом очереди уже сельскохозяйственный бизнес. Почему инвестировать именно в Венгрию, а не в любую другую страну Евросоюза? Где, может, такие же правила, может, какие-то особенности именно в самой стране? Ну, смотрите, Венгрия соседная страна с Украиной. Если мы говорим о Венгрии в отношении Украины, у нас есть уже огромный опыт в Венгрии в провождении именно иностранных инвесторов. Поэтому мы считаем, что нам есть что сказать для украинских бизнесменов. В будущем что будет развиваться наибольшими темпами, по вашим ожиданиям, это сельское хозяйство, машиностроение или, может, какие-то другие отрасли? И чего им не хватает? Капитала иностранного или просто времени? Смотрите, у нас всегда что-то не хватает, потому что настоящий бизнесмен всегда является в позитивном смысле этого слова недовольным. Экономика, наука и вообще все, что вокруг нас происходит, меняется очень быстро. Новые возможности появляются мгновенно. Какие это новые возможности? У нас новая возможность работать под поддержкой государства, под поддержкой государственных кредитов. У нас огромная возможность получить невозвратные европейские деньги в определенных регионах, в первую очередь на северную и восточную Венгрию. Поэтому, если, например, грубо говоря, у кого-то есть примерно 5 миллионов евро, чтобы вложить где-то, из этих живых деньгах можно построить бизнес с помощью государственных кредитов и невозвратных европейских деньгах до уровня 17-20 миллионов евро. Есть ли конкуренция на определенных рынках Венгрии и сложно ли войти со своим бизнесом в эту страну? И в каких отраслях, наверное, она наибольшая и очень сложная иностранному капиталу уходить? Я думаю, у нас не сложно. Я думаю, что у нас все очень просто, потому что мы уже, как я говорил, давно работаем иностранными инвесторами. У нас большая практика в этом. И, конечно, есть определенная бюрократия, которая требуется и венгельским правительствам, и Евросоюзам. Я прекрасно знаю, что бизнесмены не очень любят бюрократию, но у нас уже, можно сказать, что модель упрощенная. Что еще, по-вашему, нужно улучшить в ведении бизнеса в Венгрии, чтобы туда пришли больше инвесторов, как со стороны СНГ, так и с Европейского Союза? Всегда есть, что улучшить. Я думаю, что мы должны быть еще гибче, мы должны еще быстрее реагировать на то, что происходит. Потому что, если только смотрим на ту ситуацию, которая сегодня в Украине, кто думал бы еще где-то в середине 2013 года, что то, что сегодня происходит, это вообще было невероятно. Поэтому, может быть, мы в Венгрии тоже должны улучшаться в первом очереди в том, чтобы быстрее реагировать. О том, почему стоит вести бизнес в Венгрии, нам рассказал Роберт Си из Invest in Hungary на конференции Doing Business in Hungary, организованной компанией A7 Conferences. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца. Специально это Дукас Копи ТВ из Киева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!